OBD-2 код неисправности техническое описание, высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля, что это обозначает? Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, обычно применяется ко всем автомобилям OBD-2, оснащенным датчиком давления гидроусилителя руля, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Infinity, Nissan, Toyota, Lexus, Mazda, Dodge, Chrysler, Jeep, Kia и т.д. До изобретения систем рулевого управления с гидравлическим и электрическим приводом производители использовали систему рулевого управления без реечной передачи, это сделало рулевое управление на низкой скорости чрезвычайно сложным и неэффективным. По этой причине мы изобрели систему гидроусилителя руля, вообще говоря, система с гидравлическим приводом будет включать в себя насос гидроусилителя с ременным приводом, рулевую рейку, коробку и различные шланги, трубопроводы и датчики, модуль управления двигателем ESM или модуль управления силовой передачей PSM работает в сочетании с датчиком давления гидроусилителя рулевого управления для контроля давления в системе и соответствующей регулировке. Контроллер ESUD освещает контрольную лампу двигателя с помощью P0553 и связанных с ним кодов, когда он распознает одно или несколько условий за пределами определенного требуемого диапазона в цепи датчиков давления в гидроусилителе руля, в большинстве случаев, я бы сказал, этот код выдается ESM из-за проблем с электричеством, но иногда механические проблемы могут быть причиной. P0553 – цепь датчика давления в гидроусилителе руля, высокий код устанавливается, когда ESM, PSM контролирует электрическое значение, превышающее желаемое во входной цепи, это один из пяти связанных кодов, P0550, P0551, P0552, P0553 и P0554, какова серьезность этого кода неисправности? Учитывая тот факт, что, скорее всего, ваша система гидроусилителя рулевого управления может полностью выйти из строя, и вы все равно сможете управлять автомобилем, серьезность здесь установлена на низком уровне, очевидно, что это глупая идея, любая проблема, оставленная достаточно долго, будет стоить вам больше в долгосрочной перспективе. Пример или, датчика давления жидкости в гидроусилителе руля, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы диагностического кода P0553 могут включать, неисправный холостой, симптомы остановки двигателя, прерывистая помощь при рулении, прерывистый поворот, трудно управлять автомобилем, ноющие шумы, утечка жидкости, плохое обращение, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода могут включать в себя, сломанный или поврежденный жгут проводов, утечка жидкости в гидроусилителе руля, неисправен предохранитель, реле, неисправен датчик давления в гидроусилителе руля, проблема ESM, проблема с контактом, разъемом. Например, коррозия, плавление, сломанная блокировка и т.д., какие шаги по устранению неполадок P0553? Обязательно проверьте технические бюллетени, ТСБ, для вашего автомобиля, получение доступа к известному исправлению может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Инструменты Основной шаг номер один Сначала всегда будь проще, проверьте уровень жидкости в гидроусилителе руля и при необходимости долейте, проверьте парковочное место, есть ли признаки утечки. Если так, расследуйте дальше, если уровень жидкости низкий, он куда-то уходит, поэтому обязательно устраните все механические утечки, прежде чем приступать к электрическому диагностированию, внимательно посмотрите на сам датчик, я лично видел, как эти датчики протекают через сам датчик, поэтому убедитесь, что он сухой и нет явных признаков повреждений, или утечек. Примечание, в этих системах используется высокое давление, которое может причинить вред, поэтому будьте осторожны, утечки в отверстиях опасны и представляют серьезную опасность, если вы не знакомы с опасностью работы с гидравлическими системами, пожалуйста, доставьте свой автомобиль в ремонтную мастерскую с хорошей репутацией. Основной шаг номер два Чтобы исключить датчик, вам нужно его протестировать, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию для уточнения необходимых характеристик, как правило, сам датчик установлен на линию рулевого привода с усилителем давления, в большинстве случаев это линия из твердого алюминия, плетеной резины, которым можно получить доступ из-под капота. Примечание, распространенная утечка, это место, где резина встречается с линией жесткого давления, иногда она отделяется и вызывает трудно обнаруживаемую утечку. Основной совет номер три Найдите электрический разъем на датчике давления, осмотрите на наличие остатков масла, замачивание, если разъем пропитан маслом, очевидно, проблема в утечке, но перед повторным подключением масла необходимо очистить, разъем с признаками плавления и, или коррозии должен быть отремонтирован. Примечание, обязательно отсоединяйте аккумулятор перед выполнением любого электрического ремонта. Основной шаг номер четыре Проверьте на физическое повреждение. В этом случае я бы сказал, что датчик подвергается воздействию некоторых суровых условий Если линии не закреплены должным образом, датчик может что-то треть, и со временем это может вызвать электрические проблемы, закрепите любые свободные линии, особенно ту, на которой установлен датчик. Основной шаг номер пять Вы можете проверить целостность цепи датчика OFF, давление в гидроусилителе руля, чтобы практически исключить любые проблемы с вашим жгутом проводов, вы можете отключить цепь от датчика и контроллера ASUD, используя мультиметр, обратитесь к руководству по обслуживанию и убедитесь, что все нужные значения проверены, если до этого момента все в порядке, я бы порекомендовал вам отвезти автомобиль на ремонт. Продолжение следует...